Привет, друзья! С вами интернет-магазин Invicta.com.ua И сегодня я рассмотрю с вами швейцарские часы Invicta 16150 из коллекции Reserve Venom. Модель очень эффектная, крупная, тяжелая. Корпус сделан из позолоченной нержавеющей стали. Безель черная IP напыления. Ремешок из черного полиуретана. Ремешок достаточно толстый, прочный. На нем есть два вот таких фиксатора на случай, если ремешок для вашей руки будет слишком большим. То есть, чтобы прятать часть вот этого конца ремешка, здесь есть два вот этих фиксатора. Застежка классическая. На ней гравировка из коллекции Reserve. Вот она еще под пленочкой. Ну, соответственно, как и корпус, позолоченная нержавеющая сталь. Сразу говорю, что позолота в этих часах качественная. Стираться она не будет. Металл глянцевый. И, в принципе, позолота в этих часах наносится по специальной технологии Swiss Gold. И Invicta заявляет, что такая позолота не тускнеет, не стирается. И, как показывает практика, так действительно и есть. То есть, для тех, для кого актуальен вопрос, а что-то случится ли с этой позолотой, отвечаю, что позолота действительно качественная. И жалоб на нее в наш интернет-магазин, как минимум, не поступало. Достаточно крупные здесь кнопки хронографа и заводная головка. Очень удобно они ложатся под форму пальцев. Соответственно, когда вы одеваете часы на руку, нужно делать небольшой запас ремешка, чтобы эти же кнопки и заводная головка не упирались вам в запястье. Стекло, как вы можете видеть, немножко выпуклое. На задней крышке здесь фактически все характеристики данной модели можно найти. И давайте я прикину часы на свою руку. Посмотрите на их габариты. Давайте я уведу руку, чтобы можно было увидеть реальные габариты этой модели. Так, сейчас немножко нам отсвечивает окно в комнате. Циферблат в этих часах, он достаточно сочный, яркий. Просто вот стекло бликует, оно выпуклое. Вот примерно вот такого плана циферблат. Сейчас я убрал немножко рукой лишний свет. И вот так, в принципе, часы смотрятся на моей руке, на моем запястье. Оно небольшого размера. Ну, часы однозначно крупные, хотя на моей руке очень удобно они сидят. Давайте в толщину посмотрим. Для меня эта модель, конечно, большевата. Кому-то покажется абсолютно нормальной. Это дело вкуса. И давайте рассмотрим функциональную часть этой модели. Значит, начну с кольца безеля. Это дайверская больше функция. На нем есть минутная разметка от 0 до 20 минут. Это подробная, поминутная разметка. И далее с интервалом 5 минут. То есть 25, 30, 35 и так далее. Для того, чтобы воспользоваться безелем, нужно поставить отметку 0 напротив минутной стрелки часов. Вот, я это сделал. Безель, кстати, вращается только против часовой стрелки. Вот с таким хрустом, который вы могли слышать. 0 напротив минутной стрелки я установил. И, допустим, нам 35 минут нужно зафиксировать. Это здесь, на безеле. Когда минутная стрелка с нуля покажет на 35 минут, соответственно, прошел этот интервал времени. То есть безель смещает минутную шкалу для удобства фиксации интервала времени. Далее в часах применяется секундомер-хронограф, который состоит из счетчиков. Левый верхний маленький циферблат это 30 минут. Большая секундная стрелка это 60 секунд. И правый верхний маленький циферблат это 0,1 секунды. Для того, чтобы запустить секундомер-хронограф, нужно нажать верхнюю кнопочку. Кнопки и заводная головка завинчиваются, что предусмотрено для хорошей герметичности корпуса при соприкосновении с водой. А водозащита этой модели составляет 1000 метров. То есть это профессиональные глубоководные часы. Вот я нажимаю верхнюю кнопку. Секундомер запустился. Пусть он некоторое время поработает. Я к нему еще и вернусь и обязательно сниму показания. Стрелки и метки этой модели покрыты специальным составом тритнит, который накапливает энергию и будет светиться в полной темноте. В маленьком нижнем циферблате идет основная секундная стрелочка часов. Часы и их механизм полностью сделаны и протестированы в Швейцарии, о чем говорит надпись SwissMate в нижней части циферблата. Сам циферблат золотистый, как вы можете видеть. И вот он немножко текстурированный. Давайте я вот попробую правильный угол подобрать и показать вам это. То есть вот он в такую прям крапинку какую-то. Достаточно эффектно он выглядит. И что немаловажно, этот циферблат очень хорошо читается. Ну в большей степени за счет того, что вот он такой яркий и светлый. Давайте я вернусь к хронографу. Для этого, для того, чтобы его остановить, я нажимаю верхнюю кнопку и снимем показания. С момента его запуска прошла одна минута, показывает левый верхний маленький циферблат. 10 секунд показывает большая секундная стрелка. Так, и что ж у нас здесь показывают? Судя по всему, 4 десятых, да, 4 десятых секунды. Просто там стрелки закрывают показания. 4 десятых секунды показывает правый верхний маленький циферблат. То есть еще раз, с момента запуска хронографа прошла 1 минута, 10 секунд и 4 десятых секунды. Для того, чтобы обнулить показания, я нажимаю нижнюю кнопку и все стрелки встали в 0. Для того, чтобы изменить показания даты, в первом положении заводной головки против часовой стрелки вращаем заводную головку. И во втором положении, опять же, против часовой стрелки устанавливаем время. И на этом функционал модели заканчивается. Давайте я вам покажу еще ее крупным планом. Сейчас камера сфокусируется. Такая очень яркая, симпатичная модель. Однозначно понравится мужчинам, которые любят вот такие крупные, большие аксессуары. Кстати, по моему мнению, эти часы больше как летний, какой-то пляжный, либо повседневный вариант. Но, как показывает практика, некоторые умудряются эти часы носить и с рубашкой, и с костюмом. И нравится это людям. То есть вкусы абсолютно разные. И с ними не поспоришь. И на этом, в принципе, все. Спасибо за то, что посмотрели наш обзор. Подписывайтесь на наш канал. Всем хорошего дня. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok